Расступись! Летучая рыба выпрыгивает из воды и машет маленькими, похожими на крылья, плавниками. На самом деле она не умеет летать, но так звучит лучше, чем прыгающая рыба. Под водой они могут развивать скорость до 60 км в час и парить в воздухе на высоте от 200 до 400 метров. Они используют эту технику, чтобы обгонять хищников, набирая большую скорость под водой и готовясь к взлету под углом. Затем рыба быстро виляет хвостом и выныривает на поверхность. Находясь в воздухе, она продолжает вилять хвостом, чтобы улететь как можно дальше, прежде чем вернуться в океан. Хорошо, что в этот раз все получилось, потому что из ниоткуда выскочила белая акула, и она очень голодна. Акула может развивать скорость до 40 км в час, хотя в среднем плывет около 24. Она считается самой крупной хищной рыбой на планете и имеет 300 острых, как бритва зубов, в несколько рядов. Она может вырасти до размеров автобуса и имеет отличное обоняние. Трудно сказать, какую добычу она преследовала, но теперь она почуяла летучую рыбу и пускается за ней в погоню. Летучая рыба быстрее белой акулы, но акула большая, и она догоняет маленькую летучую рыбку. Та выпрыгивает из воды и парит в воздухе. Акула тоже выпрыгивает и пытается ее поймать. Но летучей рыбе удается сбежать. А на дне плавает осьминог. Да, прямо там. Так, минуточку. Вот он где. Его пигментные клетки и специальные мышцы кожи могут изменяться, соответствуя окружению. Он меняет цвет и даже может повторять разные текстуры. Он может развивать скорость до 40 км в час, используя реактивное движение. Закачивая воду в свой мешок, он пропускает ее через трубку сифон. Белая акула проносится мимо, даже не заметив его. Но потом она чует осьминога, хотя тот и замаскирован. Осьминог пытается уплыть, но, учитывая размеры акулы, он не может этого сделать. Не помогает даже маскировка. Единственный способ избежать участи стать пищей – зацепиться за брюхо акулы. А акула продолжает гонку. Атлантический голубой тунец может вырастать больше человека, и это одна из самых быстрых рыб в мире. Он видит белую акулу, набирает обороты и быстро ее обгоняет. Он может плыть со скоростью до 70 км в час, убрав свои плавники, чтобы уменьшить сопротивление. Вдруг откуда-то появляется атлантический голубой марлин, который всех обгоняет. Он плывет со скоростью 80 км в час и даже не считается самым крупным среди других видов марлинов. Голубой тунец просто не может за ним угнаться. Ваху ускоряется, оставляя за собой лишь след из пузырьков. Эти рыбы могут развивать скорость до 77 км в час, и они даже меньше, чем марлин и тунец. У них большие рты и морды длиной с голову. Ваху догоняет марлины, и теперь они плывут рядом друг с другом. Они достигают подводной пещеры и плывут по скалам и туннелям. Им удается проплыть по ним зигзагом и выбраться с другой стороны. А над ними со скоростью 5 км в час плывет горбатый кит. Хотя он может ускоряться до 27 км в час. Его грудные плавники достигают 5 метров в длину. Все рыбы обгоняют кита, как и белая акула. Хотя он, похоже, не хочет участвовать в гонке. Эти рыбы выглядят потерянными, будто им не место посреди океана. Голубой хирург и рыба-клоун обитают в коралловых рифах. Голубой хирург более быстрый, чем рыба-клоун, который обычно держится своего дома в анимонах. Они плавают всего в 10 сантиметрах от своего укрытия. Интересно, что они ищут? Неизвестно, но можно спросить у старого моряка. Он все знает. Скаты развивают скорость 48 км в час, как и касатки. Они плывут рядом. Как и белые акулы, касатки находятся на вершине пищевой цепочки. Скат проворнее касатки, поэтому, в отличие от нее, он может обходить определенные препятствия. Но ей можно просто проплыть напролом. Вдалеке виднеется что-то огромное. Нет, это не белые акулы и не горбатый кит. Оно в два раза больше любой акулы. Со скоростью 17 км в час приплывает мегалодон, показывая зубы. Все в страхе уплывают прочь. Самой быстрой лодкой, когда-либо выходившей в море, был дух Австралии. Люди в ней замечают мегалодона и стремглав уплывают со скоростью 510 км в час. А прямо за ним гидроплан Bluebird K7, несущийся со скоростью 445 км в час. Здесь нет никакого соревнований. Чайка может летать со скоростью 27 км в час. Она замечает летучую рыбу у поверхности и пытается ее поймать. Летучей рыбе удается взлететь немного выше и приземлиться в ведро с водой на лодке, лидируя в гонке. Чайка видит мегалодона и улетает. Тем временем рыба-парусник плывет по океану со скоростью 110 км в час. И это самая быстрая рыба в мире. Она проносится мимо всех остальных рыб и лидирует, хотя и находится в нескольких километрах от лоды. Она проплывает мимо тунца и марлины и делает круги вокруг белой акулой. Рыба-клоун и голубой хирург все еще находятся посреди океана, пытаясь понять, куда же плыть. Австралия в той стороне, ребята! Гринда и барракуда идут плавник к плавнику, поворачиваясь от всего на своем пути. Гринда может развивать 32 км в час, в то время как барракуда может ускоряться до 43 км и дорастать до полутора метров. Они догоняют белую акулу и проплывают мимо. Негалодон их догоняет, но на горизонте маячит нечто еще большее. Это чувствуют все рыбы и еще больше ускоряются. Это торнадо! Он набирает обороты и выхватывает из воды все подряд. Ветер забрасывает белую акулу и тунца перед лодками. Торнадо может развивать скорость до 320 км в час. Он уничтожает все на своем пути. Но благодаря ветру все морские существа ускоряются и плывут еще быстрее, чем раньше. Мегалодон вырывается вперед. Чайка добралась до лодки и залетает внутрь, чтобы спрятаться от шторма. Тем временем у скалы сидит стая морских львов. Они видят приближающуюся волну и ныряют на глубину. Они могут развивать скорость до 22 км в час и являются мастерами по задержке дыхания. Так что у них есть небольшая фора. Они намного быстрее императорских пингвинов, которые плавают со скоростью 8 км в час. Мегалодон и белая акула плывут рядом, в то время как горбатый кит все так же спокойно проплывает лима. Тунец и марлин, похоже, тоже придут к финишу вместе. Скат немного отстает, но старается успевать за всеми. Косатка всех расталкивает в попытке обогнать. Голубой хирург и рыбоклон выбыли из гонки. Хотя они с самого начала в ней не участвовали. Торнадо проносится мимо всех и вырывается вперед. Все дезориентированы, но продолжают гонку. Торнадо догоняет лодки, на которых все еще находятся летучая рыба и чайка. Птица стоит на носу лодки, выставив вперед клюв. Она хочет схитрить и стать победителем. Но над ними проносится торнадо и разбрасывает всех в разные стороны. Все выбывают из гонки. В это трудно поверить, но победитель — белая акула. А рыба-фарусник идет второй. Но осьминог все это время цеплялся за белую акулу и опять стал своего обычного цвета. Похоже, белой акуле придется разделить победу с осьминогом. Отличная гонка, ребята!